Сейчас много здесь кто работает на кубанской ярмарке, и в основном саженцы, которые продаются, они годовалые, более дешевые по цене, естественно, чем наши двухлетние. Но чем они отличаются? Там в основном молодые побеги. Вот это вот саженец двухлетний. Посмотрите, какой мощный осевой побег. Он уже жесткий, твердый. Видите, он не гнется, не ломается. Он уже готовится к зиме, и на этом побеге уже будет плодоношение. А вот такие маленькие листовые, даже если они более высокого роста, побеги, они все не способны нести урожай. Это первое. И второе, они очень плохо зимуют. Для того, чтобы получить вот такой осевой побег, нужно либо два года, либо можно воспользоваться вариантом накормить активно очень удобрениями. Тогда вот эти листовые побеги маленькие, будут высокого размера, пустик будет очень рясный, красивый, но это очень опасная ситуация. Потому что во время роста и развития растения, если его перекармливать азотом в летний период, у него увеличивается междоузлие, увеличиваются межклеточные пространства. Это значит, что растение становится нетрадиционно расширенным, растянутым за счет быстрого стремительного роста. И оно становится уязвимым для заболеваний различных грибковых инфекций и других проблем. Это первое. И второе, такие невызревшие побеги, мягкие, эластичные, они, как правило, зимой вымерзают, даже у нас в регионе, в Краснодарском крае. Поэтому надо обращать внимание, что вы берете жесткие, качественные саженцы. Это залог успеха, залог ваших вкусных ягод в следующем году. Хороших всем урожаев! Пока!